На часах 8.00 обычно это час пик, но сейчас в транспорте людей практически нет. Валерий Мусогалеев спешит на работу. При себе справка от работодателя. Меры ввели нужные, я считаю, что уменьшили количество социального окружения вокруг людей, которым приходится все-таки работать и ездить на работу. И надеюсь, что эти меры все-таки помогут нам сдержать распространение данной инфекции. Насколько все серьезно и глобально, судить не нам, это разумеется. Но все равно, я думаю, частично нужно ужесточать меры, потому что все равно часть людей нарушает их. В Самарском общественном транспорте пассажиропоток уменьшился более чем наполовину. Учитывая тот пассажиропоток, который складывается в эту неделю, транспорт в усиленном режиме ходит в утренние часы, с тем, чтобы обеспечить по возможности максимально тот интервал между пассажирами, который прописан в постановлении губернатора. Транспортными предприятиями ежедневно проводится мониторинг пассажиропотока. Исходя из этого, корректируется расписание маршрутов общественного транспорта. Водители и кондукторы через громкоговорители напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и без необходимости из дома не выходить. Также разъяснительную работу ведет добровольная народная дружина. Здравствуйте. С целью прекращения распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области действует постановление губернатора от 30 на 30, что передвигаться нужно только с травкой от рододателей. Это памятка. На данный момент мы занимаемся информированием граждан о режиме самоизоляции, также о том, что пожилые люди должны оставаться дома, поскольку они находятся в группе риска. Также мы патрулируем на общественных пространствах. У нас там расставлены люди, которые занимаются тоже информированием граждан. Напоминаем, от ответственности жителей зависит, как скоро режим ограничений в регионе закончится. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.